Я не был, к сожалению, на первых двух форумах, но у меня были много знакомых на первых двух форумах. Могу сказать, что любые такие форумы, касаемые гражданского общества, касаемые каких-то конкретных экспертных оценок, они очень важны, даже если там присутствуют разные точки зрения, даже если мы видим, что существуют споры и политические оппоненты, это всегда хорошо. Ну и, конечно, было приятно, что многие выступающие пытались отойти от политических оценок, а концентрироваться на конкретных проблемах, которые позволяют третьему сектору, конкретно гражданскому обществу, выживать. То есть посмотрим, что будет проходить на секциях, потому что первое пенарное свидание, как всегда, общие слова и такая стратегическая линия заявлена. Посмотрим, что будет на конкретных обсуждениях, потому что как раз на конкретных обсуждениях, конкретных секциях и вырабатывается какая-то общая линия, какие-то навыки, какие-то интересные кейсы, какие-то интересные моменты обсуждаются. Поэтому будем наблюдать и будем участвовать в работе. Когда общественные палаты формируются, ну, по сути, из бывших чиновников, или создаются институты общественные, которые, ну, как называют фейки, да, вот, они пользу или вред, на ваш взгляд, приносят? И если, как бы, это вызов, то как его преодолевать? Ну, естественно, в регионах существует проблема действительно с тем, что иногда общественный сектор заменяется какими-то имитационными организациями, общественные палаты, заменяются имитационными общественные палаты. Но, опять-таки, сам факт, что общественные палаты сформировываются, сам факт, что власть пытается что-то делать, это уже позитивно, потому что, ну, понятно, первым шагом люди приходят в этот институт, например, там, по блату, либо по рекомендации губернатору, то рано или поздно все равно этот процесс, он приведет эволюционный процесс к тому, что активные граждане, активные некоммерческие организации будут занимать те позиции, потому что они, ну, как бы, реально на местах работают. То же самое можно говорить о том, что и общественная палата Российской Федерации тоже трансформируется. То есть, если первую, вспомнить первую общественную палату, где некоторые члены общественной палаты вообще не понимали, зачем она, что она. И касаемо последней созыва общественной палаты, где, в принципе, мы можем наблюдать там определенный путь и деформацию, и определенные, так скажем, какие-то интересные мысли, в том числе и в общественной палате Российской Федерации. То же самое в регионах. Само по себе вот этот общественный сектор легализован, слава богу. Теперь слово за тем, чтобы те некоммерческие организации, которые занимаются конкретными социальными вопросами, социальными делами, они входили во все общественные палаты, боролись. Власть везде одинаковая. Если она не чувствует какого-то такого снизу подпора, то она затекает во все, как бы сказать, дырки и во все какие-то... Ну, во все информационное, организационное пространство. Так есть в Америке, так есть в странах Европы, Востока и у нас. В Каус-Корус проэкспертировали составы общественных советов при государственных органах и выявили, что они даже с нарушением закона, вот многие, либо по количеству, либо по составу. А на уровне общественной палаты это какая-то либо экспертная группа или комитет есть, или какая-то работа по мониторингу такому проводится? Ну, вообще сейчас, если мы видим, происходит трансформация общественных советов при федеральных органах власти. То есть сейчас, действительно, общественная палата Российской Федерации, там существует группа, которая на конкурсной основе вводит людей и рекомендует людей в тот или иной общественный совет при федеральном органе власти. Естественно, многим органам власти это не нравится, потому что действительно приходят люди, которые иногда даже ставят свою позицию против этого министерства или ведомства. Но этот процесс сейчас идет. То же самое, я думаю, что будет происходить и на региональном уровне, просто не все сразу, нельзя сразу же, так сказать, создать идеальный механизм. Но рано или поздно эволюция и активная позиция гражданского общества, она исправит ситуацию. Мы, например, вспоминаем, что еще не так давно, несколько лет назад, общественная палата, ну вот я, как в регионах, очень часто бываю, например, общественная палата какого-то региона была даже на сайте губернатора и написано, что общественная палата при губернаторе таком-то. Соответственно, потом это все было исправлено. Институт аккредитации при государственных органах, это, ну, понимаете, о чем я говорю? О СМИ? Нет, не только о СМИ. Вот федерации спортивные аккредитуются при федеральном органе, и только одна в регионе, ну, это к примеру. Вот, ну, это дает ей некие преференции и, наверное, создает некое такое общественное чиновничество. Ну, я могу сказать, что любая у нас страна так создана, такая система политически-общественная, что крупные монополии, как в экономике, в политике партии, пытаются сохранить за собой определенные монополии. То же самое в общественном секторе, к сожалению, мы часто сталкиваемся, что ряд там общественных структур или государственных структур пытаются монополизировать то или иное поле. Поэтому вот эти аккредитации, они как раз один из элементов вот этого монополия.